Так, ребята, я, кажется, сейчас я смог... Давай, 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 есть! Я смог себя взорвать из пистолетов, пулемётов, ракетных... Это трудно описать словами, но... Самые лучшие схемы заработки для школьников на Геронманию. Все ссылки в описании. Дедушка, а давай я тебе дам лайки, а ты вернёшь мои алмазики. Стремный дедушка на танке, который украл танк, чтобы украсть алмазы у глупого нуба по имени Герон. И я не верну тебе алмазики. О боже, что же мне делать? Чебеда, парень, ты сможешь выследить этого дедушку. Так, я опять... С тебе опять лайков, а я тебе специальный шпионский ноутбук. Друг, не лись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, потому что как-то всё-таки алмазики нужно возвращать. Жизнь без алмазов, это, сам понимаешь, не жизнь. Ну и самое главное, алмазы сегодня нам понадобятся для обзора, так что, дорогой друг, с тебя... Да-да-да-да, ты уже всё понял. Ой, спасибо, что уже лайк поставил. У-у-у, молодец. Ну, недовольный, несогласный, как обычно, ставить дизлайк. Потому что у нас здесь всё по-честному. Правда, Херабриныч? А-а-а, это Херабрин! Да ну нафиг. Какие ютуберы пошли впечатлительные. Пламенный привет. И давайте перед началом этого ролика сыграем в игру. Вы угадаете, что... Какое самое лучшее, мощное оружие для настоящих шпионов? М-м-м, давайте. Яды. Ловушки. И напишите ответ в комментариях. И началом я вам покажу, на что мод способен, а потом, как обычно, как всё это работает. Окей. Для начала нам нужен специальный шпионский вертолёт. Потом мы используем специальную шпионскую хейновину. Вот такую. Здесь выбираем... Непосредственно выбираем наш вертолёт. И погнали. Полетели. Ребят, у этой штуки просто нет озвучки. Как настоящий вертолёт, он работает в двух режимах. Сейчас у него обычный режим. В этом режиме он может лететь вверх. Если мы нажмём кнопочку пробел, то он будет висеть на одном уровне, так называемый ховеринг. Я даже не знаю, как это правильно перевести на русский. Ну, короче, зависание, наверное, так. Так прикольно будет выглядеть это самое девайс со стороны. Прикольно. Называется Free Look. Свободный взгляд. Вот так вот. Вот так вот. Но это, конечно, не увеличение. Зума у этого вертолёта нет. У каждого вида техники есть свои способности и особенности. Интересно, если перезайти в игру, вы снова вернётесь к месту управления этими самыми устройствами. Ладно, давайте посмотрим. Boeing An-6. Только посмотрите на размеры An-16. Это практически полноценный самолёт, но он числится как радиоуправляемый. Увидишь перед собой такую штуку весом нескольких килограммов. К тому же это беспилотник полноценный. Он лучше тем, что, в отличие от других беспилотников, может метать ракеты. Для этого мы нажимаем кнопочку G. Вообще у разных вертолётов разные возможности. Для того, чтобы узнать, на какие кнопки нажимать, вам нужно будет просто посмотреть по сторонам. И здесь есть подсказки. То есть на G кнопочку у нас переключается оружие. Можно выпускать разные ракеты. Можно стрелять из тингеров, которых у нас нет всё равно. Можно искать монстров. Монстров у нас в округе нет. Хотя я там видел носатых на соседней улице. Прикольно. Можно нажать кнопочку C и поменять себе отображение на экране. Зачем это нужно, я не знаю. Можно нажать Ctrl-C и включить и выключить пушку. Сейчас она включённая находится. Важный момент, почему я не могу отлететь слишком далеко от себя. Дело в том, что фактически вы находитесь на месте, где находится устройство. То есть Майнкрафт считает, что вы находитесь именно в этой точке. И он будет загружать чанки вокруг вашего персонажа, как обычно. Поэтому если вы поставили прогрузку чанку, например, прогрузку чанка 12, то вокруг вас будет сгенерироваться и заспавниться 12 чанков, как обычно. Что такое чанк, я надеюсь, все помнят. Это квадратик размером 16 на 16 блоков. Весь мир Майнкрафта разделен на эти блоки. 16 на 16 блоков. И на расстоянии 16 чанков от меня как раз мир Майнкрафта и заканчивается. Потому что он там не сгенерировался, он слишком далеко находится от меня. Но, если вы летаете на вертолёте, вы можете долететь до границы мира, там где эти чанки не заспаунены, и наткнуться на такую странную стену, которую вы видели только что. Поэтому, для того, чтобы летать эффективно, нам нужно зайти в настройки и увеличить вот так вот расстояние на 16 чанков. Теперь я на 16 чанков могу летать, куда хочу. Давайте посмотрим такую штуку, как MQ-8B FireScout. Нам, к сожалению, этот вариант компьютера не подходит. Нам подходит только этот компьютер. Ну, потому что он достаточно большой. Уууу, давай, полетели. Очень сложное управление, потому что ты нажимаешь вперед, он почему-то летит немножко задом и немножко начинает подниматься наверх. Это трудно описать словами, но просто скачайте, попробуйте. Управление неудобное. В принципе, как у всех вертолетов в моде MC Hell, в наших маленьких игрушечных вертолетах наблюдается та же хейнь. Он куда-то разбился у нас, и поэтому меня выкинуло. Давайте попробуем еще раз. Такое тоже бывает, поэтому вы будете тянуть периодически модели, поэтому желательно иметь все-таки прозапас хотя бы чуть-чуть. Уже у нас здесь виперстрайк, вот такой вот. Есть еще гидроракеты стандартные совершенно. Толку от них не очень много, но зато можно эффективно кого-нибудь убить. Засосинить, что называется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я потерял управление, секунду. Загружать в топливо во все эти устройства не нужно. В такой возможности модификации просто пока нет. И у меня опять устройство взорвалось и застряло в этих решетках, как вы видите. Печалька. В принципе, не очень хотелось. Давайте посмотрим MQ-9 Reaper. Звучит многообещающе. Я так понимаю, что это вообще дирижабль, что ли? Ааа! Это самолет! Это настоящий самолет! А почему я нахожусь задом на период? Не понял. Офигеть! Вот это самая быстрая модель из всех тех, что мы сегодня с вами смотрели. Офигенно! Ты смотри, очень высокая скорость. Я снова куда-то врезался, и меня снова куда-то выкинуло. В принципе, когда летаешь по городу, на таких больших девайсах начинаются всякие приколы. Возвращение в этой штуке довольно стандартное, но что действительно здесь интересно, это Hellfire TV. То есть, у меня сейчас камера прилепилась к ракете, и мы летим вместе с ракетой куда-то вдаль. И там взрывается что-то. Очень классно. Так, сейчас я попытаюсь... Так, я пытаюсь сам себя убить. Секунду. Мне просто интересно, так можно сделать или нет? В теории надо... Так, ребята, я, кажется, сейчас я смог... Давай, давай, давай! Есть! Я смог себя взорвать. И я не погиб, потому что я нахожусь в креативе. Вот так вот выглядит этот самолет, и он вошел в штопор. Сейчас он разобьется. Давайте посмотрим на анимацию взрыва. Чувак, ты должен разбиться. Почему ты летаешь задом? Это что за наркомания? Самолет летает задом. Окей, ладно. Пробуем теперь Elbit Skylark. Так, погнали. Марка Skylark'а вообще нет никакого оружия. Он может маркировать блоки. Вот так вот координаты смаркировал. И потом вы можете использовать этот маркер для того, чтобы отправлять ракеты, которые я вам показывал в одной из прошлых частей обзора на наш мод MC Healy. И, как говорится, это очень удобно. Больше он, в принципе, ничего не умеет. Поехали. Я хочу немножечко взорваться. Давайте, давай, давай, давай. Пропеллер вращается все быстрее, когда ты нажимаешь вперед. Поехали. А если зажать пробел? Ей, какой крутой взрыв там был. Жалко, я не увидел. А почему он взорвался, кстати? Он же не долетел до здания. Есть совсем два особых самолета. Один из них так и называется. BQM 74E. Я вам специально называю модельки, чтобы вам было проще потом найти нужную модельку. Просто вбиваете в поиск, сюда название 74E и так далее. И находите то, что вам нужно. Потом выбираете эту вещь, нажимаете кнопочку R, наведя курсор мышки на вещь. И вы увидите рецептик. Рецепты разные у всех разных моделей. И обычно они все крафтятся. За редким исключением. Такие дела. Теперь. Это очень особая вещь. Называется она дроны. Как же называется? Мишени. BQM 74E и MQM 170A от L. Здесь, когда мы заходим в станцию, здесь, причем не важно какая большая станция или маленькая, они отличаются только количеством набора моделей этих самых устройств, с которыми они могут работать. Вот эта штука может работать со всеми моделями. Вот эта штука портативная, она дешевле и проще, да и шикарнее по-моему выглядит. Она может работать с меньшим количеством моделей. То есть иногда вы не сможете воспользоваться этим устройством. Вам появится такая надпись. Вы не можете использовать это устройство с этим видом компьютера. Вам нужен большой вид компьютера для некоторых моделей. Окей. Просто подходите к нему, крафтите, как обычно. Зажимаете и называете эти два компьютера UAV. Сейчас я вам покажу. UAV. Есть большой UAV и есть маленький. Большой UAV крафтится вот так, маленький вот так. Подходите к нему, правой кнопкой мышки, пустой рукой кликайте по нему. Вот так вот. Бум. Вы заходите внутрь. Здесь можно выбрать, на каких координатах заспавнится устройство. Можно выбирать больше, меньше и так далее. Я лично всегда выбираю максимально подальше от персонажа, потому что это удобно. Дальше. Давайте после этого мы заставим сюда дрона. Таргет дрона. И с чистой стороны выбираемся. Этот дрон где-то летит. Вот он. Летит мимо. Специально для того, чтобы вам удобнее было тренироваться, стрелять из пистолетов, пулеметов, ракетных, зенитных комплексов. И зениток можете пострелять в свое удовольствие. Ну и так далее. Я не понял, какого черта там ракета летает. И она пытается... Понятно. Вот так вот он летает кругами. Классно, клево, интересно. И сейчас мы его будем попробуем... Слушайте, я попробую его грохнуть из тингера. Теперь давайте посмотрим еще на этого дрона. Где этот дрон? 74QM. Который называется вот так вот. MQM 170 Outlaw. Где он? Ждем, пока прилетит. И выглядит эта штука вот таким вот образом. Что-то оранжевое и ракетообразное. И они просто летают вокруг вас и нарезают круги. Благодарю за просмотр, за подписку и лайки. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые ролики. Выходят новые ролики в четверг, в субботу. Обычно в 14 часов по Москве. Плюс-минус полчаса. Такие дела, ребятки.